Расскажи об истории Ненецкого округа. Интересно и придумай познавательный маршрут. Федеральное агентство по туризму проводит конкурс на лучший детский и юношеский военно-патриотический туристский маршрут. Каждый школьник может стать разработчиком реального туристического продукта или экскурсии, исследуя исторические и памятные места родного края. Военная история Ненецкого округа. Тема лекций для школьников выбрана не случайно. Она ежегодно значится в списке исследовательских работ. Ребята все чаще пишут о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, их подвигах и достижениях. Я очень люблю историю сама по себе и вообще историю Великой Отечественной войны. То есть этих годов это достаточно интересно. Сидеть достаточно очень много времени, искать информацию, составлять это все. То есть весь вот этот вот процесс, он тебя затягивает, и это очень интересно для меня. Но есть период в военной истории округа, не изученный. В частности, период 16-17 веков. В то время на территории Пустозерска действовал стрелецкий гарнизон. Стрельцы охраняли заполярную крепость от набегов кочевых племен и иноземных гостей. В 17 веке стрелецкое подразделение в количестве 50 человек было отправлено и на войгач для охраны морских рубежей. На сегодня это все факты, которые известны о военной истории округа тех лет. Увы, свидетельств, кроме письменных, о том, что стрельцы когда-то здесь бытовали, выполняли свой воинский долг, пока не обнаружено. Мы можем это уверенно говорить, только, повторяю, основываясь на письменных источниках. Познавательная лекция о стрельцах и рекрутах, служивших в армии четверть века, может подтолкнуть ребят на исследовательскую деятельность, считает учитель истории Яна Дворник. Я думаю, что школьники, они как раз и являются первым и начальным звеном, потому что вытаскивают из своих сундуков вот эту очень необходимую информацию для будущих и глобальных исследований. По крупинкам, собирая вот эти археологические данные, этнографические данные, документы, которые большим исследователям не всегда могут открыться. Возможно, кто-то из школьников благодаря исследовательской работе станет автором нового экскурсионного маршрута. Лучшие из них будут отмечены на всероссийском конкурсе детских и юношеских военно-патриотических туристских маршрутов. Я думаю, что дети определятся сами, в какой номинации им давать предложение, а мы уже как органы, отвечающие за развитие туризма, естественно, что будем это учитывать. И постараемся предложение школьников обрести в какую-то действительно форму туристского предложения, которое могли бы посетить и гости нашей страны, и наши соотечественники, чтобы приехать в округ и пройти с такими маршрутами, местами славы. В этом году в конкурсе приняли участие школьники из 37 регионов страны. Возможно, в 2018 году в списке участников и победителей будет и Ненецкий округ. Валентина Чибичек, Владислав Носкин, Телеканал «Север».